Итак, уважаемые дамы и господа, первый полусредний вес. И в этом поединке, после четырех раундов бокса, пройдя всю дистанцию, с единогласным решением судейской прегады победу одержал Расул Мирсавер. Соленый директор. Легенда, легенда вернется. Расул Силач, Расул Силач. Пошел, эй, как это? Поксюль, эй! Мы его завязываем, мы мало. Я, Игорь, вот его по-моему натаскал. Игорь гигант. Спасибо. Это неоспоримый. Межпланетный. Ставки на бокс. Бонусы для новичков до 10 тысяч и большой курс 450 миллионов рублей. Это букметерская компания Лига Ставок, генеральный партнер турнира «Правда». Насколько я понимаю, вам не дали слова. Не дали слова, поэтому у вас есть отличный шанс сказать его сейчас. В первую очередь, хочу поблагодарить команду «Правда» за предоставленные возможности выступить и показать себя. Моя мечта сбылась. Второе, хочу поблагодарить свой клуб «Атрэшфайдар», лице-тренера, директора «Правда» и всю свою команду, которая была рядом и переживала за меня. И те единицы, которые были со мной рядом в трудную минуту и до сих пор остаются. Что для вас, значит, болельщики? Вот сегодня у вас был значительный, мне кажется, перевес. Ну, я старался. Все для них было всегда. Расул, так может, все-таки в боксе, а не в ММА? Просто в последнее время в ММА было не так хорошо. Все зависит от ставки. Как вам кулачник в боксе? Хороший парень. Он мне изначально импонировал, как человек. Я даже не смотрел бои, я просто на расстоянии понимаю его возможности, как бы сказать. Ну, вот мы показали, тоже на чем это особенно. Я думаю, вам понравилось. А как вы готовились к бою, если не смотрели его бои? Вы прям вышли и сразу... Когда за спиной уже 20 лет этого всего, уже как-то неинтересно все это смотреть. Нет, мы здесь все сидим. Просто выходишь уже, есть такое слово, самоверность или про расход, ну, себя переоцениваешь просто. Делаешь работу примерно уже на своей интуиции. Но были же какие-то ожидания от Коли? То, что было, вот я получил. И вы получили. Перед боем вы сказали, что не будете раскрывать все карты? Просто покажете на все, что на все способны и смогли ли вы это сделать? Ну, вот, честно говоря, доволен собой, потому что по боксу первый раз выступаю именно в таком ранге. И начальник претереться не мог почувствовать. А так, я думаю, еще намного больше способен показать просто. Будет время, покажу. Расул, может быть Хеток Цепанов стать вторым Камилом Гаджиевым в вашей карьере? Все, может быть. Я его уважаю как личность, как человека. И он дал мне этого. Ну, что реализовать? Ничего, невозможно, нет в этой жизни. Расул, вопрос. Вы сказали, что вам импонировал Чибис. После конца третьего рауна вы как-то на него так полезли, как будто готовы были подраться еще после гонга. Я не знаю, что ли, по-твоему. Он как для меня летел в общем. Хотел покушать на меня. Мне тоже так захотелось покушать. Вспомнил свой голод. А многие проходили по старой памяти? Нет. Он просто залетал так хорошо. Расул, а вот Руслан Проводников боксировался либо Каутиновым, а там был плотный бой. А было бы интересно с Русланом попробовать его? Он легенда. А с легендами не боксировать. Как думаете, есть боксеры, у которого сильнее поломано лучше, чем у вас? Да. Ну, а личка еще? А, ну а у кого лучше? У меня. Какие дальше планы у нас? Что значит? Пока пару дней отдохнуть. А там дальше больше видно будет. Не, ну а серьезно, ИСА дальше и по плану? Или правда? ИСА уже все контроль закончился у меня. У меня должно быть, бой был быть. Ну он промоушене, но он веду сейчас в политике, которая творится. Все турниры отменяются по ММА. И сейчас, думаю, пока какие предложения будут там будут. А это какой новый промоушен? Урал СССР? Нет, не СССР. Это сибирский... Урал. Урал СССР. Да, Урал СССР. А были, может быть, у вас с Хеттом договоренности, что если вы играете, то в декабре снова выступите в правде? Ему нужно было посмотреть мою работу. Он посмотрел. Еще, я думаю, дальше больше видно будет сейчас. Нужно пока отдохнуть, собраться с мыслями. Ну, в декабре еще турнир. Я думаю, в декабре мы встретимся, дай Бог. По боксу? Я говорю, в бокс. Да, по балету. Понятно. Расул, а можно вопрос? В боксе у вас есть группы, и говорят, что ты жестче чувствуешь сцепление с пингом, и из-за этого удар наносить тебя лучше получается. Есть разница со мной? У меня первоначально чувство было к рингу привязано. Потому что я, в большей части, в ринге двигался. Всегда. И сами видели, что я ригу лучше чувствую, чем клетку. А клетки нету, и в основном в этом ее проблема, ее не чувствую. А перемещение в обуви без обуви всегда отличается в бездневной боксе? Плотность ковра чувствуется часто. От этого все зависит. Расул, а голод к ММА остался прямо сейчас? Просто у меня сейчас не скучно. Были сбои некоторые из-за этого. Потом собирался с мыслями, и какое-то время был такой. Потерянно сказать. Вот после определенных, как связи у нас есть с течением земли, Нахач, почувствовал вот этот душевный покой, я оттуда приехал. И сейчас вот первый мой старт вы видели все. Красиво. Не помню после какого раунда Игорь Ковев очень эмоционально тебе какие-то подсказки давал почему-то. Он просто тренер эмоционально вот и происходит ему профессионально кричать. Я говорю, не ори, он все равно орет. Это тренерское искусство. Ее не отменишь. Это чтобы я слышал его про конкретику. Ты выходил с целью не боксировать, а драться, похоже, да? Я хотел показать классический красивый бой в боксе, но все как получилось, так как получилось. Прошу, чуть не сделали в ноги. Нет, это он просто хорошо летел, он влетал в меня. А есть в боецах у мазки по боксу было бы интересно подраться? Я особо за этим как-то не думал об этом. Я думал, у меня руки хорошие. У МММ еще такого мало. Руки просто на основном насчет борьбы. Я просто очень много увлекся боксом. И это моя большая часть ошибка, что я в МММ увлекаюсь боксовской работой. Забываю про ноги, про борьбы. А вот Тимур Никулин такая прям главная звезда боев. Какой вес он должен был сделать, чтобы вы приняли бой с ним? Он? Я бы не принял в гости. Он мне никак не интересен. Вообще не интересен. Вообще не интересен. У него там своя статистика, он как ведет себя. Но я себя так неудобно, что у меня уже на опыте и понимаю. За свой язык надо будет ровно поздно начать. А у вас распорядение, да, не нравится? А вы язык? Ну, слушай, вы сами все видите, публику не понимаешь, что мне говорите. Спасибо, Расул. Классно. На пресс-конференции Васимура рядом сидели? Как будто у вас такое милое общение было, а оказывается что у него нет. Пока он там не закинул, что ставку хочет поставить на меня, что ли, против меня, что ли. Я вообще, я просто вначале не понял, потом до меня донесли. И тогда повезло, что я не заметил. Деньги проиграл, значит. Он проиграл и проиграет еще раз, много раз проиграет. А если бы заметили, тогда что бы ему сказали на это? Дайте ему нормальную классику по боксу, потом все увидите. А нормальный классик по боксу это кто? Это вы сами выберете. Мы? Он, вон, хороший классик. Но он просто весь не сможет согнать, больше он его покушает. Тут таких много, просто их не видно сейчас, они спрятались. А будет ли общение с Тимуром после турнира? Зачем мне его нужно заправить? Кроме Тимура еще никого нету. Вон звезда есть. Вон много еще других звезд есть, с которыми можно обсуждать. Что, кроме Никульна никого нету что ли? Что еще говорили? Как доводить до вас на самом деле? Зак, стыклились на нем. Вон хороший пацанчик. У него руки намного урчат. Вон там. Еще таких кучу. Венадий Ращай файтер, вы идите в клуб наш, я вам покажу. Которые могут с ним подраться и показать себя намного красивее и здоровее. Вы это увидите. Я просто знаю, что я говорю. Он позволяет уже. С Завудом я лично знаком и не знаю, как он работает. Просто дело в том, что с перспективы на бой. Он же, он же, поздравлю Тигр, Расул. Поздравляю. Поздравляю. Раз он так много говорит, вот человек. Они могут с местом корректироваться и все. И вы увидите все. Я не против него. Просто сама политика. Я наскомпуте просто не люблю, когда вот это, там, тут и вам, и нам, и туда-сюда, короче. Это ненормально, вы сами понимаете. Должно быть уважение и каждый будет отвечать за свои слова и поступки. Просто сейчас пока еще не было тех людей, которые технически могут. Согласны? Боро, что это боксер? Нет. Он любитель, который в ММА занимается сюда-сюда. Но нет той стадии рук и дисциплины, которая нужна. Если найдете, то правильно доступлю, но вы увидите, что там во втором раунде бой закончится. Всё, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.